Дай почитать. Это уникальная книга. Она написана на интереснейшем материале, в основе которого лежат почти 600 судебно-следственных дел, возбужденных в России в 1700-1801 годах по обвинению в колдовстве, богохульстве, кощунстве и религиозном вольнодумстве. Поиск документов осуществлялся как в центральных архивах Москвы и Санкт-Петербурга, так и в ряде областных государственных хранилищ, например, Твери, Кирова, Вологды, Новгорода Великого, Ярославля. Но основная масса документов по духовным делам сосредоточена в фондах Синода, Московской синодальной конторы, Преображенского и Сыскного приказов, а также Тайной канцелярии и Тайной экспедиции. Елена Смелянская в научно-популярной манере рассматривает судебно-следственные дела XVIII века, затрагивая особенности верований русского народа. Любопытно, что все процессы по обвинению в религиозных преступлениях в России XVIII века, о которых говорится в книгах, имели инквизиционную форму без разделения на предварительное следствие и суд. Чаще всего дознание шло по предварительно разработанным опросным пунктам, и все тщательно фиксировалось на бумаге. Скрупулезность канцеляристов и копиистов бюрократических органов России XVIII века просто поразительна. В книге «В динамике» показано столкновение церкви, суеверия и закона. А что значит духовные преступления, когда кругом царит православие с элементами языческих верований, и как совершить праведный и правильный суд, при этом соблюдая и этические нормы, и церковные догматы? В книге три части. Первая – «Волшебники», где рассматривается место и роль магических представлений в религиозном сознании российских православных XVIII века. Специфика народной демонологии, магического ритуального действия и восприятия образа волшебника, ведьмы или колдуна. Вторая часть «Богохульники» и «Кощунствующие» основана на анализе случаев поругания, наказания святых и святынь, непочтительного отношения к священным текстам, смехового пародирования или игры со святыней. В третьей части «Еретики» речь идет о преступниках, обвинявшихся в поругании икон, мощей, в осмеянии культов святых заступников. И сейчас с сочувствием и интересом читаешь историю Камергера Петра Сладкова или вдовы Катерины Ивановны. Дорогие слушатели, просвещаемся вместе с книгой Елены Смелянской «Волшебники, богохульники, еретики» в сетях российского сыска XVIII века. До новых встреч! Дай почитать!